Ямальцам облегчили работу со счетчиками. На помощь пришли голосовые роботы. А вот для некоторых россиян облегчили, кажется, все. И разрешили не платить за ЖКУ. Кому повезло в этом отношении, расскажем в новостях ЖКХ. В стране предложили отменить плату за ЖКУ. Платить не придется только бедным. То есть семьям, в которых доход на человека не превышает прожиточного минимума – 12 130 рублей. Инициативу уже поддержали в Госдуме и на Общественном совете при Минстроек. Компенсировать расходы ресурсоснабжающим компаниям будут исказаны. Для этого понадобится около 140 миллиардов рублей в год. Собрание жильцов подъезда может перейти в онлайн. Об этом рассказал представитель Минстроя на круглом столе об эффективном взаимодействии собственников и управляющих компаний. Кроме того, в будущем, возможно, появится опция проведения онлайн-собрания жильцов на портале Госуслуг. Сейчас Минстрой готовит техзадания для реализации идей. Клиенты Ерец ЕНАУ могут передавать показания приборов учета в автоматическом режиме с помощью нового сервиса «Голосовой робот». Для передачи показаний необходимо набрать бесплатный номер и следовать инструкциям. «Голосовой робот» принимает показания приборов учета электроэнергии с 15 по 25 число каждого месяца круглосуточно в автоматическом режиме. Лана Касанова, радиокомпания «Сигма» для НУР-24.